Добрый день, уважаемые товарищи! Мы рады видеть молодежь, студенчество в стенах Государственной Думы. Мы настаивали на том, чтобы на пленарном заседании эта тема была обсуждена, но решили ограничиться этими слушаниями. Я хочу попросить, особенно молодое поколение, взглянуть на эту тему несколько под другим углом. Я исследовал проблему по первоисточникам, трижды изучал работы Ленина, выступал во всех ведущих университетах по этой теме и должен сказать, что наша точка зрения в последнее время становится все более преобладающей. Вдумайтесь, в середине декабря 2016 года, накануне 2017 года, к царю Николаю II приходят лидеры шести думских фракций. Они образовывали так называемый прогрессивный блок. Среди них не было ни одного большевика, а большевики были уже сосланы в Сибирь. Эти представители буржуазной партии почти дословно заявляют Николаю следующее. Государь, империя распадается, армия дезертирует, промышленность останавливается. Мы накануне жуткой катастрофы. Распутин и ваша жёнушка назначают и меняют министров и генералов как перчатки. Давайте сформируем дееспособное правительство. Царь соглашается, но был человеком безвольным, через три дня отказал. Открываю все газеты за 17-й год ни в одной самой жёлтой газете, ни одного слова о том, что в феврале будет революция. Ни одного слова. Ленин, находясь в 10-е годы за границей в эмиграции, пишет знакомых, в России всё глухо, революции не предвидится. Человек, который мечтал о социалистической революции, тоже полагал, что в феврале не будет. Февральская революция, по сути дела, началась с массового выступления рабочих Петрограда, с Путиловского завода, из бунта голодных женщин, которым не досталось на Невском побулке хлеба. Пришли к полицмейстеру Санкт-Петербурга, терродепутаты потребовали навести порядок. Меня ответ поразил. У него под ружьём было 40 тысяч штыков, мог задавить кого угодно. Он сказал, всё сгнило, с бабами воевать не буду. Монархия пала. Пришло временное правительство. Смотрю его состав. Только министр железнодорожного транспорта не был масоном. Никто не имел опыта государственного управления. И за 6 месяцев сменили почти 5 составов. Развалили всю систему управления. Парализовали армию. Отказались заниматься производством. Отказались вводить мир. Давать землю крестьянам. И вдруг на шестой части планеты раздался голос Ленина, который призвал трудящихся поднять красный стяг над державой. И они его подняли. Они его не просто подняли. Он бросил 5 лозунгов, которые услышали все, кто своим умом и талантом создаёт главные ценности на земле. Его услышали солдаты, которые гнили в окопах Первой мировой войны. Её не Ленин развязывал, а империалистические державы, которые делили мир. Его услышали колонии, из которых выжимали последние соки. И 5 лозунгов. Мир народов. Кому в ту голову, в ту пору, когда мир катился в тартары, мог прийти, кроме Ленина, такой гениальный лозунг. Бер контрибуции. Лозунг. Хлеб голодных. Три четверти голодали на планете. Землю крестьянам. Всю жизнь крестьянин России бился получить кусок земли, и после 61-го года так и не получил её. Заводы рабочим, власть советом, советы форма коллективного управления испокон веков была на Руси. И они услышали. И не просто услышали, а поддержали. Обратите внимание на тактику и стратегию одного из гения в политике. Когда сегодня говорят, Ленин, Ленин свои 54 неполных года написал 55 тому, переведен на все мировые языки, изучается во всех политических институтах мира. Он по объёму тиража уступает только Библии. Его услышали. Что он предложил? В ответ на империалистическую войну предложил мир. В ответ на Антанту 14 государств разделили Россию на 20 кусков, пришли уже приватизировать её. У него двух дивизий не было на рейте стаканчиков воды. Когда, собственно говоря, он начинал, он сколотил пятимиллионную армию. Когда говорят о царских офицеров, 82 тысячи царских офицеров пришли в Красную армию. Те, кто командовал военно-морским флотом, я смотрел состав, 600 человек, ни одного рабочего крестьянина, одни аристократы, в полном составе пришли в Красную армию. Пришли отставить единую и неделимую. В ответ на паралич экономики с декрета земля Гойл-Ро, НЭП. Когда НЭП принял, многие большевики не согласились, 20% ушли из партии. Он сказал, начинается новый виток гражданской войны. Мы должны уберечь страну. В противном случае нам негде социализм будет строить. Керенки мерили на матую на руку. Вел золотой червонец, который через год стал дороже доллара и фунта. Какая диалектика, какая динамика, какая политическая воля. Советская страна, 7% пятачок вокруг Москвы, пишет, значение Тулы для России огромное. Думаю, почему значение? Оказывается, последний оружейный завод, который был в руках красных. На юге Корнилова копался под тенью германских штыков. На севере, в 40 километрах от Питера, Юденич свирепствует. Колчак увешал крестьянами и рабочими весь траншип. Муравьев с Савенкову подняли мятеж Вярославля. Готовит план построения и сказал, все равно мы победим. Учиться надо всем, кто собирается что-то делать для страны. Самое гениальное изобретение русских, это создание тысячелетнего государства. Ленин его не просто спас. Он создал советское государство, где не капитал, а труд правил, где знания и наука были превыше всего. За 20 лет сталинской модернизации в 70 раз был увеличен потенциал державы. Из распавшейся, сгоревшей первой мировой империи создал великое союзное государство, которое одолело фашизм. И в ответ на нашествие фашизма ответило невиданным героизмом Брестской крепости, славной битвой под Москвой, потрясающим сражением под Сталинградом. Эту гадину фашистскую раздавили у меня на родине на Орловско-Курской дуге, где похоронено 600 тысяч человек лучших сынов и дочерей советской державы. Я читал допросы фашистских генералов. Один сказал, мы продули войну не просто Красной Армии, мы продули войну советскому учителю. Мы даже не предполагали, что за 10 лет он подготовил такого умного, храброго, совестливого и выдающегося командира и полководца, и солдат. И Ебельс пишет дневники, читаю, 1 марта изучает биографии красных командиров. 45 командующих фронтами были коммунистами, все без исключения. Изучает и пишет, это говорит выдающаяся порода людей. Самому старшему Жуку было 49 лет, когда он потом принимал парад. Это молодая плеяда людей, выросших из простонародья, которые питали все лучшее в тысячелетней российской державности. Наши командиры оказались хуже. Это пишет один из главарей гитлерского рейха, который занимался спецоперациями, не только информационными. Мы должны просто быть счастливы перед своими отцами и дедами, вы их наследники. Если мы собираемся что-то строить, что-то создавать, мы должны прекрасно понимать с одной стороны цену, а с другой стороны знать поведение и тактику. Самое выдающееся достижение, писал Драйзер, великий американский писатель, это впервые Ленин поставил вопрос о имущих и неимущих, о том, чтобы каждый имеет право на счастье. Герберт Уэлл, считаю, великий фантаст, это не всякие бредни, которые сегодня несутся, пишет о том, что я ехал с большим предубеждением в Петрограде в 20-м году к Ленину в Москву, полыхала гражданская война, я прочитал его брошюры и думаю, сейчас встречу, он меня будет агитировать за мировую революцию. Я увидел человека, который готовил план построения, который рассуждал о великой электрификации, что это будет новое качество жизни, новое качество учебы, от 100 тысяч тракторов. Человек, казалось, еще кругом полыхает война, а думал о великом плане созидания, я его назвал кремлевским мечтателем и написал России в Амгале, а в 1934 году приехал метрополитен, все читают, когда говорят о том, что царская Россия была грамотная, совсем неграмотная, в этом ее была трагедия. Когда мы продули русско-японскую войну, Столыпин понимал, что в японской армии все умели читать, в русской армии 80-ти не умели читать. Он в 1905 году внес предложение ввести начальное образование в царских школах к царскому режиму, грамотные люди оказались ненужны, и ввели начальное образование в 1916 году, когда продули и Первую мировую войну. Полуграмотная страна, которая досталась партии Ленина, стала одной из самых грамотных, читающих. И когда вам говорят, не умеют, не знают, вы наследники тысячелетней державы. В мире 200 с лишним стран. Вы, международники, должны знать. С десяток стран, которые имеют тысячелетнюю историю, мы входим в этот десяток. Всего на одной руке можно перечислить страны, которые изобрели за свою историю все виды художественного и научного творчества. Мы входим в этот ряд. Всего две страны, которые за 500 лет не теряли свою суверенитету, мы и Англия. Мы входим в этот состав. Но нам с вами досталась история, когда из тысячи лет, 700 лет, мы вынуждены были защищать свои права на язык, веру, культуру, на нашу историческую дружбу, а мы объединили 190 народов и народностей под свои знамена, мы вынуждены были защищаться и отстаивать. Советская власть не просто защитила, она на съезде собрала распавшуюся державу. Да, не труд и не капитал и национализм, а правило справедливости, равенства и труд. И в результате получили, из простонародья выросли Жуков из крестьянской семьи, лучший полководец мира, Косыгин, великолепный премьер из рабочей семьи, я могу вам всех перечислить. В этом и смысл был, что открыли поры для любого гражданина. Бесплатное образование, простор. Берите, кладите на стол все достижения российской державы за тысячи лет. И если вы не предвзяты, вы увидите в советскую эпоху мы были самые грамотные, самые сильные, самые храбрые, самые высокотехнологичные, мы изобрели лучшие ракеты, лучшие атомные станции. Когда в 58-м году проводился Всемирный форум выставков в Брюсселе, открывайте, истории почитайте. Самым посещаемым был советский павильон, это после жуткой войны. Наша машина ГАЗ-21 получила, первый приз была признана лучшим легковым автомобилем. Первый самоходный комбайн был Россельмашевский, все с удивлением на него смотрели. Смотрели с удивлением на первую атомную станцию, которая укротила атом, и не для того, чтобы бомбомить кого-то. Смотрели, изучали уникальный опыт нашего образования. А когда наш спутник запикал над планетой, Гагарин полетел в космос, тогда американцы к нам прислали комиссию. Я читал их двухтысячный страничный доклад, в центре была глава «Что знает Иван и чего не знает Джонни». И написали «Советская страна обыграла нас вчистую, прежде всего потому, что она представила всей молодежи великолепное образование в школе и на студенческой скамье. В десять раз после этого вложили больший сред в образование и так далее». Советская страна перед войной тратила на образование в три раза больше, чем сегодня. В 42-м, когда фашисты были на Волге в два раза больше, чем сегодня. А в 45-м вернули всех, кто был в фронте, чтобы они продолжили учебу и реализовали план срыва монополии и шанно-ядерного оружия, тем самым спасли планету от ядерного шантажа и всего остального. Давайте на вещи смотреть, как они есть. Я уверен, что столетия мы отметим очень достойно. Нравится, не нравится, вот сейчас приезжала молодежь на фестиваль. 180 стран, 25 тысяч. Выходит руководитель демократической молодежи Николас и выступает. Выступал он и Путин. 30 тысяч слушают прямо на стадионе. И он говорит, я приехал в страну героев, в страну космонавтов. Мы приехали в страну Ленина. Мы приехали накануне столетия Великого Октября. Мы гордимся, что наш фестиваль проходит в это историческое время. И все 30 тысяч дружно аплодировали. Наши губернаторы сидело 80 человек, они просто поражены были, что молодежь так социалистически настроена. Они нам представили возможность открыть 15 залов. Зал Ленина, зал Октября, зал Комсомола, зал Космоса. Мы первые. И это было решение Международного молодежного комитета, которые являются вашими сверстниками. Сейчас к нам на встречу в Москву и Питер приедет более 150 делегаций, приедет вся планета, приедут представители всех парламентов. Приглашаю принять наших мероприятий. Это будет грандиозное событие. Четыре дня будут обсуждать проблемы 21 века и социализм. Завершаю вам следующим. В 1966 году можете в библиотеке в Ленинке у себя взять материалы. После того, как впервые вышли наши космонавты в космос и стало ясно, что можно на орбите собирать станции и получать новые материалы, новые лекарства, было принято решение провести Всемирный форум. Он был в Вашингтоне. Собралась вся планета и приняли решение. Так как техника позволяет, давайте к 2000 году избавимся от атомного оружия, решим все вопросы болезней, голода дадим каждому квартиру. Гениально. В 2000 году он собрался и проследились. Атомное оружие расползается, голод охватил целые страны и континенты, каждому четвертому не хватает куска свежего хлеба, болезни появились новые, не знают даже сделать что с ними. Что касается экологии, загублено. Голод, болезни, экология три главных опасности из 15. Прошло 15 лет, в прошлом году собрались, в эту тройку ворвался терроризм. Я лично для себя и моя партия давно сделали вывод. Капитализм, а форма существования, управления, организации жизни на земле не справится ни с одной, ни с одной социальной проблемой. Поэтому не случайно Китай последние 30 лет продемонстрировал миру, что можно решать проблемы. Вывели из полной насчеты 700 миллионов, к 21 году не будет бедных, а у нас сейчас в нынешней буржуазно-капиталистической России 22 миллиона живут меньше, чем на 10 тысяч рублей в месяц. Полстраны живет на 15 и ниже. Это в богатейшей стране мира, а за прошлый год 200 главных богачей России увеличили свои капиталы на 100 миллиардов долларов. Они сосредоточили в руках два с лишним российских бюджета и не хотят платить нормальные налоги, не хотят национализации минеральной сырьевой базы. Неизбежно принятие целый ряд решений, которые позволят действительно уйти возможно от революционных потрясений. Но революции не выдумываются в головах, они не экспортируются, они появляются тогда, когда верхи не могут, не за не хотят, а власть не в состоянии решить ни одной проблемы, когда есть субъективный фактор, способный возглавить это дело. Я за социализм. Желаю вам успеха.